Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы. В этом выпуске на вопросы телезрителей будет отвечать директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков. Он расскажет о стоимости проезда в автобусах по городу и до садоводческих обществ, разъяснит, какие категории граждан могут воспользоваться льготой и расскажет, как сэкономить на проезде в общественном транспорте. Об этом в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. С 28 апреля повысилась плата за проезд в черте города в общественном транспорте. Сколько теперь нужно заплатить пассажиру, чтобы доехать на автобусе до нужной остановки? И почему произошло увеличение? Стоимость проезда в черте города увеличилась на 3 рубля и составила 15 рублей. До Пенза стоимость не изменилась. 36 рублей была, 36 осталось. Чтобы нашим пассажирам было более понятно, хочу сказать, что себестоимость проезда одного пассажира без льгот по городу составляет 19 рублей. Когда стоимость проезда была 12 рублей, пассажир платил 63 примерно процента от общей стоимости. В Пензу себестоимость проезда 46 рублей. И 36 рублей, которые были, это составляет 78% от себестоимости. После увеличения стоимости в городе с 63% сравнялась стоимость проезда для пассажира, также межмуниципальной, до 78%. То есть, ну, своеобразно, как справедливость и в городе, и в Пензе одинаково платят люди, и своего кармана одинаково субсидирует муниципалитет. В процентном соотношении? В процентном соотношении. А стоимость, конечно, поднялась из-за того, что идет индексация всех затратных наших составляющих, то есть ГСМ, запчасти, коммунальные услуги. Вот, все это растет каждый год. Ну, и для того, чтобы нам не остановить парк, мы должны каким-то образом реагировать. Вот, или повышать хоть не на большую часть стоимость проезда, или получать больше субсидий. Субсидий получать не очень легко, из пассажиров тоже брать не хотелось бы, но приходится находить какие-то компромиссы. На сегодняшний день все повышения произошли. И как будет развиваться ситуация экономическая, это будет видно уже, наверное, в следующем году. То есть вот это вот на год получается? На год, как минимум, да. То есть до следующего года мы не планируем, и, я думаю, никаких изменений не произойдет. Пассажиры автобусов при проезде могут воспользоваться льготным проездным билетом или абонементной книжкой. Эти документы позволяют сэкономить на оплате поездки. Будет ли повышаться их стоимость? Проездные остаются абсолютно на уровне прошлого года и в Пензу, и по городу. То есть никаких изменений не произойдет. Получается, человек на 50% может платить меньше, чем если бы за наличную стоимость он производил поездку. У нас есть несколько вариантов в Пензу. То есть там и 50, и 60, и 70 абонементов до Пенза. 60 и 70, они вообще имеют срок 10-2 месяца. И получается стоимость не 36 рублей, а 22 рубля. Это вообще экономия огромная. По городу на общих основаниях также можно купить 50, 60, и 70. Стоимость 10 рублей. Полтора раза меньше, чем за наличный расчет. Следующая категория – это льготные абонементные книжки. Их можно приобрести только при наличии или справке учащегося, или студенческого билета, или пенсионного удостоверения, или удостоверения ветерана. И есть еще категория – это доноры Российской Федерации и доноры СССР. Вот эти категории льготников у нас имеют право приобретать льготные абонементы. Есть один вариант пластикового билета без ограничения поездок для учащихся и для школьников по городу. В прошлом году мы примерно подсчитывали, что, используя абонементы, люди могут сэкономить за год около 7,5 тысяч рублей. Семья. Это серьезная прибавка для семейного бюджета. Стоимость проезда в автобусах, следующих по дачным направлениям, тоже возросла. Насколько увеличилась цена билета? Для основной категории мы повысили на 10%, для льготников – на 25%. Для сравнения, это очень интересная и важная информация, провели мы сравнение стоимости проезда на пенинских дачных маршрутах. Вот сейчас, после повышения стоимости проезда на даче из Заречного, льготники на совершенно таких же расстояниях, тарифных зонах, будут платить в два раза меньше, чем пенинские пассажиры. А основные категории наших, значит, пассажиров 4 или даже до 5 раз стоимость у нас дешевле. Да. По вот этим тарифным зонам. Кто может воспользоваться льготой при проезде на дачу? Такая возможность предоставляется ряду категорий граждан. Кто может на нее рассчитывать? Так же, как и по городу, имеют льготы, значит, федеральные и региональные льготники, и школьники еще. Если осуществляется рейс из Заречного, тогда можно воспользоваться нашими абонементными книжками, и тогда стоимость еще больше снижается. Все эти стоимости проезда до дач, льготные, основные, также можно увидеть на нашем сайте в новостях. Называется это изменение стоимости проезда муниципальных автобусов на территории Заречной, направлении коллективных садов с 28 апреля. Хотел еще обратить внимание наших пассажиров. Были вопросы, почему не с 1 мая, например, стоимость подняли, а с 28 апреля. Это связано с законодательством, которое, значит, гласит, что изменение стоимости происходит на следующий день после опубликования в СМИ. Значит, информация была опубликована 27 апреля, а 28 апреля уже вступила в законную силу. Как организовано движение автобусов из Заречного до Садоводческих обществ? По дачным маршрутам городские автобусы начали следовать 28 апреля. Каков график их движения и где можно ознакомиться с расписанием? Начиная с 28 апреля и по 14 мая мы выезжаем в дачные направления по всем маршрутам, по графику выходного дня. Это означает, что мы выполняем рейсы во все направления. На сегодняшний день их 9 у нас направлений. С 15 мая мы уже войдем в такой режим рабочий, когда будем выполнять еще и в рабочие дни. То есть у нас только один день, понедельник будет и выходные. Все остальные дни, значит, будем выполнять рейсы по направлению, но в рабочие дни выполняются рейсы не в каждом направлении. То есть вторник, четверг у нас получается перевозиться направление чемодановской дачи, пролетаров, кейнера и звездочка. В среду и пятницу это у нас направление пазелки, труд, строитель, победа и полесье. Это сделано для того, чтобы вывезти всех наших дачников, любимых, теми автобусами, которые у нас имеются в наличии. Потому что в рабочие дни у нас и по старту ученики, и школьные автобусы требуют довольно большого количества автобусов. В выходные ситуации попроще, поэтому мы можем выполнять рейсы сразу по всем направлениям. Расписание, движение до дачных массивов у нас на сайте с прошлого года не изменились. То есть вот как люди привыкли в прошлом году добираться до своих участков, так они и будут добираться начиная с 15 мая. На этом очередной выпуск программы завершен. В следующем мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова